Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях 902-го дня войны, вторника, 13 августа. В этом выпуске. Наши операции – это исключительно вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничной территории от российских военных. Украинские военные контролируют уже более 70 населенных пунктов в Курской области, заявляет командование ВСУ. Я так горжусь вами, вашим народом, вашими военными, вашим руководством, вашей страной. Смело и блестяще. Двухпартийная делегация США в ходе визитов в Киев поддержала действия Украины в России. Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно. Власти Курска эвакуируют жителей региона на оккупированные территории Запорожской области. А Кремль в условиях нехватки солдат может, как пишет Блумберг, объявить новую мобилизацию уже до конца года. Конечно, главное сегодня – это по-прежнему бои в Курской области. Им будет посвящена большая часть этого выпуска. Но сначала несколько слов об обстрелах территории Украины. Российские войска в ночь на 13 августа атаковали беспилотниками и баллистическими ракетами в 8 областей Украины. Об этом заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Беспилотники, по его словам, удалось сбить. Российской атаке во вторник подвергся Бога Духа в Харьковской области и близлежащие населенные пункты. В результате пострадали четверо детей. Как минимум 30 жилых домов повреждены. Сообщается, что обломки ракеты позволяют сделать вывод о том, что по городу ударили северокорейской ракетой «Хвасон-11». Из артиллерии был также обстрелян поселок Щербиновка Донецкой области. Ранение получила 72-летняя женщина и ее 16-летний внук. В результате очередного удара по Сумской области ранения получил местный житель. Повреждены линии электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей. Город Сумы частично остался без света и газа. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Сумская область с начала июня подверглась российским обстрелам тысячи раз. И атаки ведутся из Курской области России, где сейчас наступают ВСУ. Это, в частности, те районы, откуда российская армия наносила удары по нашей Сумщине. На сегодня, и с 1 июня, было почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции – это исключительно вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничной территории от российских военных. Президент Украины Владимир Зеленский. Ситуация вокруг Торецка в Донецкой области остается тяжелой. Россияне продолжают штурмы, бои идут на окраинах города. Об обстановке в эфире «Радио Свобода» рассказал исполняющий обязанности пресс-офицера 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордеян. По его словам, ситуация на подступах к городу Торецк очень тяжелая. При этом военные утверждают, что операция вооруженных сил Украины в Курской области России пока никак не отразилась на боевых действиях именно на Торецком направлении. Наступление в Курской области тем временем продолжается. Под контролем Украины могут быть уже 74 населенных пункта. Такую цифру назвал главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский. Ранее проект Deep State сообщал, что украинские военные могли занять в Курской области как минимум в полтора раза больше населенных пунктов, чем об этом доложили Путину. Курская область между тем продолжают покидать люди. Полным ходом идет и эвакуация. Причем исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что эвакуированных собираются переселить на оккупированную россиянами территорию Запорожской области. Подробности у Максима Маскалькова. В Курской области началась эвакуация жителей Большесолдатского района, сообщил глава администрации Владимир Зайцев. По его словам, многие люди пока не изъявили желание покидать свои дома. Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно. Никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации. Ранее эвакуация была объявлена в граничных с Украиной районах – Суджанском, Глушковском, Рыльском и Кореневском. Хотя Большесолдатский район не имеет общей границы с Украиной, он примыкает к Белгородской области, где также проводится эвакуация, в частности в Беловском и Красноярожском районах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из Красноярожского района, расположенного на границе с Украиной, практически все жители уже выехали. На данный момент там остаются лишь сотрудники администрации и другие специалисты. Всего около 500 человек. Въезд закрыт. Вчера жители Красноярожского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения. Эвакуировано из Курской и Белгородской областей население, размещается в 120 временных пунктах на территории 9 регионов Центрального федерального округа. Курочки дома остались. Два мешка зерна насыпали, воды налили и поехали. Может, уже не до чего будут приезжать. Министерство обороны России 13 августа опубликовало новый обзор ситуации в Курской области, в которой вооруженные силы Украины продолжают свои наступательные действия. В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов «Общий колодец», «Снагость», «Каучук», «Алексеевский». По данным российского ведомства, за последние сутки ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники, включая три танка. С начала наступления, по данным Минобороны, украинская армия потеряла до 2030 военнослужащих и 35 танков. В то же время украинские военные публикуют сообщения в соцсетях, на которых видно, как они спокойно перемещаются по центру Суджи. Находимся мы... Сейчас переверну камеру. Находимся практически в самом центре. Только что сюда пришли. Также украинские военные опубликовали видео из захваченного населенного пункта Дарьина. Момент, как они снимают российский флаг, предположительно, создание местной школы. Украинский 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ, участвующий в боях на территории Курской области, сообщил также о разгроме кадыровского подразделения «Ахмат» с предположительно подтверждающими это фотографиями. 11 августа государственный проект «Украины. Хочу жить», направленный на содействие добровольной сдачи российских военных в плен, опубликовал видео с бойцами «Ахмат», которые были взяты в плен. Об этом сообщал и украинский расследовательский проект «Дипстейт». Тем временем аналитики Вашингтонского института изучения войны сообщили о вероятных новых продвижениях ВСУ в западной части Курской области. Эти действия, по их мнению, затронули такие населенные пункты, как Слободка, Ивановка, Теткино, Гордеевка, Успенка и Викторовка. Также сообщается, что украинские силы атакуют позицию к северу и югу от Коренева, пытаясь обойти этот населенный пункт. Опираясь на геолокационные данные, военные эксперты отмечают продвижение украинских войск в районе Кременного и Журавлей, а также в лесной зоне к северу и востоку от Семеновки, но признают, что точные границы украинских продвижений пока не ясны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина не стремится захватывать территории Курской области, несмотря на продолжающиеся военные действия. Он отметил, что с начала лета с территории Курской области было нанесено более 2000 ударов по соседней Сумской области, что вынудило Украину принимать меры для защиты своих граждан. Эта Россия принесла войну в Украину, и вполне справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию России. Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, тем быстрее прекратятся украинские рейды на территорию России. А пока Путин войну продолжает, он будет получать от Украины такие ответы. Тихий подчеркнул, что действия украинской армии направлены исключительно на достижение военных целей и защиту страны, отметив, что операция ВСУ в Курской области усложняет военную логистику России и предотвращает переброску дополнительных сил на другие направления. Максим Москальков о происходящем в Курской области. Курская кампания стала для Кремля неожиданностью, рассказал в большом интервью «Украинской правде» народный депутат от фракции «Голос», секретарь оборонного парламентского комитета, полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, украинской стороне важно было прибегнуть к асимметричным ответам и поднять моральный дух украинцев. Костенко отметил, что в Курской кампании речь идет именно об асимметричных действиях. Посмотрим, как это будет продолжаться и удастся ли оттянуть российские войска от важных направлений, сказал он. В свою очередь, народный депутат Олег Дунда объясняет, почему Украине важен был именно такой ответ и в чем его основное значение. Учитывая то количество ресурсов, которые есть у Украины и у Российской империи, у Украины их недостаточно. Поэтому мы были вынуждены изменить ход военных действий и сделать войну более мобильной. Как пример, события весны 2022-го, когда фактически Украина, пользуясь большей поддержкой на земле, наши мобильные войска резали по флангам, проводили рейдовые операции по российским войскам. В данном случае мы фактически меняем эту войну именно в мобильную войну. Мы понимаем, как это сделать. И переносим военные действия на территорию врага. Мы не планируем оккупировать их территорию. Для нас самое главное – отрезать пути коммуникации врага и фактически обескровить его фронты, чтобы он не мог давить на нас на фронтах под Донецком и Запорожьем и завоевывать нашу землю. Фактически мы должны уничтожить их тыл. И этим вооруженные силы Украины и занимаются. Более того, есть такой миф, что российская военная машина очень сильная. Но, как оказывается, Россия сейчас не может защищать свою территорию. Они аккумулировали большое количество войск на относительно небольшом участке. Это юг и восток Украины. Фактически при этом забрав все военные возможности со всей территории России. И они не могут сейчас защищать свои границы. Народный депутат Украины Олег Дунда. Военный аналитик Национальной антикоррупционной комиссии Александр Саенко говорит, что курская операция продемонстрировала слабость России. И все это будет иметь серьезные политические последствия. Сейчас Россия всеми силами пытается захватить Покровск, куда брошены все российские резервы. Все, что только можно. И курская операция показала, что в Российской Федерации нет сил, чтобы одновременно обеспечивать такую стратегическую наступательную операцию в Донецкой области и равномерно прикрывать свою государственную границу. То есть на том участке мы видим срочников и небольшие гарнизоны. Кроме сугубо военного эффекта, который направлен на то, чтобы отвлечь российские силы, растянуть их вдоль линии фронта, мы видим еще и колоссальный политический эффект этой операции. Россия продемонстрировала неготовность к такому развитию событий. Это показывает фактическое отсутствие реакции на протяжении недели. Военная аналитика Анатолий Саенко. События в Курске, между тем, могут заставить Россию объявить новую волну мобилизации. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю и Минобороны. По их данным, у российской армии просто не хватает солдат, чтобы компенсировать потери на фронте. Самые высокие с начала вторжения. Отмечается, что региональные чиновники не могут выполнить в среднем более трети своих квот на призыв. Как пишет издание, эта ситуация и может заставить Россию объявить новую волну мобилизации. При этом, по словам одного источника, официальные лица могут назвать это ротацией, чтобы дать отдохнуть военным на передовой. А другой источник отмечает, что о новой мобилизации могут объявить уже до конца этого года. Тем временем, к военным действиям предлагается привлекать уже не только осужденных, но и подсудимых. С таким предложением выступил Верховный суд России, на пленуме которого представили законопроект, предлагающий приостанавливать уголовные дела тех, кто подписал контракт с Минобороны для участия в войне в Украине. Причем это должно происходить в соответствии с законопроектом не только на стадии следствия, но и на стадии суда. Механизм освобождения для участников войны предлагается применять, когда дело уже направлено в суд или находится в суде первой или апелляционной инстанции, говорится в пояснительной записке. Законопроект собираются направить в Госдуму. В нынешней версии закона сказано, что заключать контракты с Минобороны в периоды мобилизации военного положения и военное время могут люди, которые находятся в статусе подозреваемых и обвиняемых, или уже были осуждены за преступления легкой и средней тяжести. Упоминания подсудимых там нет, но на практике их все равно отправляют на войну. А как оценивают Курскую операцию Соединенные Штаты? Двухпартийная делегация США накануне побывала с официальным визитом в Киеве и поддержала действия Вооруженных сил Украины. Операцию в Курской области сенаторы назвали исторической и вселяющей надежду. Сенатор-республиканец Линдси Грэм не стеснялся в выражениях и пожелал ВСУ, цитата, «надрать задницу Путину». Два с половиной года спустя вы все еще держитесь, и вы уже в России. Напомните мне, чтобы я не нападал на Украину. Я так горжусь вами, вашим народом, вашими военными, вашим руководством, вашей страной. Смело и блестяще. Донести эту войну до Путина и заставить его осознать и заплатить цену – это правильно. Так что я надеюсь, что в 2024 году вы получите больше военной помощи от Конгресса. Сенатор-республиканец Линдси Грэм. В свою очередь, демократ Ричард Блументаль обратил внимание на то, что Украина переносит борьбу на территорию России. Вы сражаетесь за нас, за независимость и свободу людей во всем мире, включая Соединенные Штаты. Мы хотим, чтобы американский народ снова оценил значимость этого союза. Сенатор Демократической партии США Ричард Блументаль. Сообщается, что оба сенатора призвали администрацию Джо Байдена снять ограничения относительно использования предоставленного Украине американского оружия. Кстати, а вот Лондон с этим не спешит. Британия не разрешила Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow во время наступления в Курской области. Об этом пишет издание «Телеграф». При Трампе такого не было. Бывший президент США в очередной раз возложил ответственность за войну в Украине на администрацию Джо Байдена и заявил, что при нем Трампе таков бы не случилось. Об этом он заявил в интервью миллиардеру Илону Маску, которая транслировалась на платформе «Экс». Трамп и Маск говорили более двух часов, и война в Украине была одной из многих тем. Трамп повторил свой тезис о том, что Путина спровоцировали на вторжение «глупые слова президента Джо Байдена об открытых для Украины дверях для вступления в НАТО». Бывший президент также вспомнил о своем разговоре с Путиным, в котором якобы предостерегал его от вторжения в Украину. «Я сказал Владимиру Путину, не делай этого, ты не можешь этого сделать, Владимир. Это будет плохо для тебя», — сказал Трамп, добавив, что тем не менее он хорошо ладил с Путиным и надеется, что будет ладить и в дальнейшем. Напомню, ранее Трамп заявлял, что если у США будет, цитата, «умный президент», то такие страны, как Россия, Китай и КНДР, перестанут быть врагами Соединенных Штатов. В то же время выясняется, что Россия еще до полномасштабного вторжения в Украину готовила свой военно-морской флот для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками по объектам в глубине Европы и планировала применить их в случае конфликта с НАТО. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на секретные документы, которые были переданы газете западными источниками. Подробнее расскажет Алекс Григорьев. В распоряжение редакции попала презентация для российских офицеров, которая предшествовала полномасштабному вторжению в Украину. В ней журналисты обнаружили файлы, созданные между 2008 и 2014 годами. А в файлах список целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактическое ядерное оружие. По словам аналитиков, которые ознакомились с документами, все это соответствует тому, как НАТО оценивает угрозу ракетных ударов российского флота дальнего радиуса действия, а также скорость, в которой Россия, вероятно, может пустить в ход ядерное оружие. Карта иллюстрирует выборку из 32 целей НАТО в Европе. Так, цели российского Балтийского флота расположены в основном в Германии и Норвегии, включая военно-морскую базу в Бергене. Также среди дальних целей военно-морского флота России в Европе западные побережья Франции и Бароу-Инфернос в Великобритании. При этом среди российских носителей тактического ядерного оружия перечислены «противолодочные ракеты с ядерными боеголовками, размещенные на надводных кораблях и подводных лодках, и зенитные управляемые ракеты корабельного и берегового базирования с ядерными боеголовками для поражения групп противовоздушной обороны противника». Это говорит о том, что Россия сохранила способность нести тактическое ядерное оружие на своих надводных кораблях, несмотря на соглашение 1991 года между Советским Союзом и США о его ликвидации. В целом, как отмечает Financial Times, недавние учения, проведенные по приказу Путина по отработке применения тактического ядерного оружия, показали – данные секретных документов все еще соответствуют современной российской военной доктрине. Ранее Financial Times уже сообщала, что Москва отрабатывала применение тактического ядерного оружия на ранних стадиях конфликта с крупной мировой державой и в целом представляла себе конфликт с Западом далеко за пределами непосредственной границы с НАТО. Обозреватель «Голоса Америки» Алекс Григорьев о публикации Financial Times. Именно понимание того, что Россия в своих захватнических аппетитах может не ограничиться только Украиной и заставляет европейские страны продолжать помогать Киеву. Министр обороны Латвии Андрис Спруц сообщил о передаче Украине очередного пакета беспилотников в рамках проекта «Коалиция дронов». Около 500 беспилотников латвийского производства будут оказывать поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач, написал Спруц в соцсети «Экс». Европейская комиссия тем временем перечислила Украине почти 4 миллиарда 200 миллионов евро в рамках программы «Украинфасилити». В Еврокомиссии напомнили, что Украина удовлетворительно выполнила 9 индикаторов реформ, связанных с первым очередным ежеквартальным платежом. Это условия, касающиеся управления государственными финансами, управления государственными предприятиями, бизнес-среды, энергетики и разминирования. Нынешний платеж следует за первыми выплатами. Это 6 миллиардов евро в виде промежуточного финансирования и почти 2 миллиарда в виде предварительного финансирования. Это все новости на сегодня. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple-подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. В частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До завтра.